Приветствую вас, уважаемые телезрители! В эфире программа ТЭО, в которой мы расскажем о важных событиях и датах для православных христиан. 5 февраля — особый день для Одессы. Вся Одесская епархия чествует память святого мученика Агафангела. И это день тезименинства правящего архиереи Одесской епархии высокопреосвященнейшего митрополита Агафангела. Весь коллектив медиапроекта ТЭО и телеканала «Глаз» присоединяется к поздравлению владыки Агафангела в Днем Его Небесного Покровителя и желает ему крепкого здоровья и помощи Божией в несении своего нелегкого креста архиерейского служения, служения Богу и людям. А далее — коротко о главных событиях. В неделю матерей и фарисеей совершилась божественная литургия, возглавляемая митрополитом Агафангела. 30 января Православная Церковь чтит память святого Антония Великого. Об одном из новых мучеников, положивших жизнь ради Христа, также в нашем выпуске. Вот и подошли к своему логическому завершению праздничные дни святок. И совсем уже скоро наступит время прекрасное, время нравственного возрождения, время переоценки ценностей, время наиблагоприятнейшее для очищения сердца, время Великого Поста. Первым звоночком предвозвестником Духовной Весны является молитвенный гимн «Покаяние отверзья медвери Жизнодавчи», который начинает петь святая церковь в первую подготовительную неделю перед постом. В неделю Матерей Фарисеи 29 января, в воскресный день, в Свято-Успенском мужском монастыре была совершена Божественная Литургия, возглавляемая митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом. О том, как правильно начинать себя настраивать на Великопостный лад и на что нужно обратить внимание уже сегодня, расскажут наши корреспонденты в следующем сюжете. Монастырский звон колоколов возвещают в это воскресное морозное утро радость о совершении архиерейской литургии в Успенской обители. Монашествующие студенты духовной семинарии и народ пришли для соборной молитвы в храм в честь иконы Богородицы «Живоносный источник», где и встречают митрополита. Сегодня Церковь начинает подготавливать своих верных чад к Великому посту. И главное, чему стоит уделить особое внимание, это молитва, разговор с Богом, покаяние, участие в церковных танствах. Неделя о мытаре и фарисея является первой ступенью на пути через пост к Светлому Христову Воскресению. Песня «Живоносный источник» Жизнь. Какими разнообразными красками играет это слово? Для одних жизнь — это духовная радость служения Богу и ближнему, для других — чувственная радость и наслаждение временными благами. Испокон веков человечество строго делится на тех, кто внимает своему внутреннему человеку, и на тех, кто все силы своей души и тела отдаёт ради ублажения внешнего человека, своего эгоизма. Одни мечтают, как можно скорее обогатиться здесь, на земле, а взгляды других устремлены к вечному, к небесной славе Спасителя и на сокровища нетленные. Однажды два человека вошли в храм помолиться. Такими словами, две тысячи лет назад Спаситель обращался с притчей к народу. На этой неделе мы слышим притчу Иисуса Христа о Матарее и Фарисее, о том, что два человека вошли в храм. Здесь по двумя человекам можно подразумевать всё человечество, то есть всё человечество, которое идёт по этой жизни. Одни идут в храм для того, чтобы вознести свои молитвы, вторые приходят в храм для того, чтобы показать себя, какие они и что в них. И вот Церковь говорит, что не главное то, что ты делаешь, то, что у тебя есть, а главное то, что у тебя внутри. Эти два человека были фарисей и мытарь. В тогдашнем мире фарисеи занимали правительственную ячеку в обществе, были духовными лидерами нации и считали себя достойными людьми перед Богом. Ведь, по их мнению, они, выполнив букву закона, молясь и пастясь так, как сказано в Писании, и давая десятину, уже обрели себе спасение. А мытари презирались в иудейском народе, ведь они состояли на службе у римских оккупационных властей и собирали налоги. И вот, посредине храма гордо встал фарисей и молился Богу так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, корыстолюбцы, беззаконники, прелюбодеи или хотя бы как вот этот мытарь. Нет, я соблюдаю пост дважды в неделю и жертвую десятую часть всего моего прибытка». А мытарь смиренно стоял поодаль и даже не считал себя достойным возвести к небу очи. Он с чувством покаяния и сокрушением сердечным бил себя в грудь со словами «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». «Если ты искренно каешься, если ты искренно считаешь себя недостойным всего, что ты имеешь, если ты истинно приносишь покаяние, как мытарь, тогда твое движение идет в Царство Небесное, к верху, к Богу. Вот это самое главное и самое важное, что должно быть в человеке при подготовке и при вступлении в Великий Пост». К ответственному времени Великого Поста Церковь подготавливает человека также и особым строем богослужения. Его молитвенным настроением, запечатленным в строках Великого Гимна «Покаяние отверстиями двери Жестнодавча». Мы просим Господа, чтобы Он по своему милосердию открыл нам двери, потому что самим нам тяжело каяться и справляться. Мы не просто чувствуем себя бессильными, но и на самом деле мы несостоятельные перед Богом. Во-первых, начинается богослужение Постной Триоде, которая вся пропитана покаянием, осуждением себя, призыванием помощи Божией, принесения Богу искренних и раскаянных чувств о своих грехах, о своих плохих деяниях. Невозможно каяться и молиться с сокрушением сердечным, без спасающего чувства смирения. Неслучайно Святая Церковь вновь открывает перед нами драгоценную страницу Евангелия, где Спаситель в притче мудро указывает на то, что потерянных людей нет, что Богу порой бывает приятнее искренняя молитва мытаря, чем лицемерное самопревозношение лишь формально правильных фарисеев, которым Христос говорил, «Мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». Поэтому мы должны помнить о нашем внутреннем человеке, стараться преображать его в таинстве причащения, забывать о внешнем, не бросаться на яркую обертку временной жизни, а действовать всегда так, чтобы для нас жизнь была в радость, чтобы мы находили свое счастье и жили в спокойном расположении Духа изо дня в день и достигли глубокой старости с чистой совестью, непрестанно взывая к Небесному Отцу, «Боже, милости в буди ко мне грешному». Обычно для современного человека вопрос, кто такие древние мученики, понятен. Многие сегодня знают о древнем семени христианства, знают многих по именам и могут рассказать об их жизненных подвигах. А вопрос о новых мучениках ныне для многих открыт, и к своему стыду современные люди порой вовсе не знают имен новомучеников и исповедников, не знают тех иерархов, священников, монахов и просто мирян, которые всего лишь каких-то сто лет назад в свою жизнь положили ради Христа, исповедав его в тюрьмах и лагерях и своим подвигом выразив надежду на скорое просветание православия на нашей многострадальной земле. Сегодня мы расскажем о священномученике, память которого празднуется 7 февраля в Соборе новомучеников и исповедников. Речь пойдет о священномученике Владимире Богоявленском. Время, в которое подвигами защиты веры просиял святитель, не очень-то и отличается от современного. Актуальный материал о подвиге защитника веры и о схожести событий столетней давности с современными предлагаем вашему вниманию в следующем сюжете телевизионного епархиального обозрения. Священномученик Владимир, митрополит Киевский. Это первый из архиереев, который пострадал в годину лихолетий. В 1918 году, 25 января, по старому стилю, его вывели за территорию монастыря и зверски убили. А он, как любящий отец, молился о безумных детях, не ведавших, что творят. Когда мощи святителя обрели, заметили, что его рука так и сложена для благословения. Святитель Владимир Богоявленский возглавил соном святых, запечатлевших исповедание Христа своей кровью, и стал первым в сане архиерея небесным молитвенником за церковь в годы жесточайших гонений. Следует сказать, что священномученик отдал свою душу не просто так, а за веру в истинного Бога, за церковь святую и за то светлое время, когда любой верующий человек сможет беспрепятственно прийти в храм на богослужение, исповедаться, причаститься святых христовых тайн для вечной жизни. До принятия монашества его звали Василий, родился в благочестивой семье священника. С детства мальчик трудился на земле, как и простые крестьяне, что проявилось ярко в его пастырстве. Святой отречался чуткостью к простым людям, к их бедам и радостям. В девятилетнем возрасте Василий узнал сиротство, отец его был убит, и сына воспитывала мать. Образование получил в духовном училище и семинаре в Тамбове, а впосредствии с отричьем окончил Киевскую духовную академию, где все его лучшие качества богослова, проповедника, духовника, как на доброй почве раскрылись и дали свои плоды. И хоть и предлагали оставаться преподавателем в Киеве, однако молодой ученый стремился на родину. В Тамбовской духовной семинарии он преподавал сразу несколько богословских предметов и немецкий язык. Отец Василий был женат и имел детей, но в скором времени от скоротечной чахотки его любимые люди покинули мир. Усматривая в этом особый божий промысл, отец Василий принял монашеский постриг ради того, чтобы всецело посвятить себя на служение Богу, церкви и народу. При постриге ему было дано имя князя Владимира, просветителя Руси. И в этом можно усмотреть особое знамение. Когда в годину лихолетий огонь вражды и ненависти злостно изливался на святую церковь, митрополит Владимир служил в Киево-Печерской лавре на древней Киевской кафедре. Его удивительные качества пастыря и любящего отца проявились не только в Киеве. Митрополит Владимир возглавлял архиерейскую кафедру в Самаре, был экзархом Грузии, управлял московской и санкт-петербургской епархиями. Также у него был дар слова. Не только в проповедях отражалась его любовь, но и в книгах он нес свет Христа, бесплатно распространяв их по всем городам и весям. А особенно резко он обличал социалистические и атеистические идеи. Два с половиной года управления Киевской епархией были для священномученика последним испытанием его веры. Но пример Господа, который никогда не доходил до отчаяния, подбадривал дух святителя. Митрополит Владимир узнавал черты образа Божия в самых отверженных грешниках того времени. Да, и вправду душа человека томится о Боге и без него не может жить, хотя иногда сама этого не знает. Много трудов положил святитель в борьбе с пьянством. Также митрополит Владимир резко, настоятельно и с готовностью жизнь свою положить за благо Родины и православия, всеми силами боролся против движения самосвятов, которые требовали революции в церкви, а соответственно и в государстве. Они хотели образовать национальную украинскую церковь. И именно в это время митрополит Владимир стал на защиту истинности апостольской церкви, ее каноничности и законов. Он понимал, что болезнь революции не должна переходить на организм церкви. Святитель решительно отвергал всяческие попытки по переустройству церкви. Враги церкви пытались перестить митрополита Владимира, предложив ему стать патриархом всей Украины, или же он не выдержит их напора и покинет Киев. Но святитель остался непреклонным, не боялся запугиваний до последних дней своей жизни. 25 января 18 года в 7 вечера солдаты вырвели митрополита на Лаврский двор. Возле Великой Церкви солдаты закурили. Митрополит стал молиться. Монах-привратник открыл монастырские ворота, и митрополит в сопровождении солдат вышел из Лавры. Убийцы посадили владыку в машину, и, проехав километр, священномученик спросил, «Что же вы здесь меня хотите расстрелять? А что же с тобой церемонится?» Митрополит Владимир попросил дать время помолиться, «Господи, прости мое вольное и невольное согрешение, и прими дух мой с миром». Затем святитель благословил убийц со словами, «Господь вас благословляет и прощает». Не успел он опустить руки, как раздались три выстрела. Митрополит упал. Убийцы подошли вплотную и сделали еще три выстрела. Затем ударили штыком в живот. Так, уходя в небесные обители, облеченный в мученическую багряницу, митрополит Владимир благословлял обижающих, проклинающих и убивающих. Святая Православная Церковь священномученика Владимира причислила к лику святых. В 1992 году мощи святителя были обретены и положены в дальних пещерах Киево-Печерской Лавры, где и почивают до ныне. Некоторые богоборческие силы и сегодня пытаются расшатать ситуацию в нашей стране, возводя откровенную клевету на каноническую Украинскую Православную Церковь, захватывая храмы, угрожая священникам и запугивая людей революцией. Да, бывают разные времена, но как и священномученик Владимир Богоявленский, наш Боженнейший Ануфрий кротко и смиренно несет крест Предстоятеля, отстаивает чистоту веры, каноничность Церкви, святость и неприкосновенность храмов и монастырей. Настоящие добрые пастыри не трудятся ради временной славы и человеческого почета. Сейчас, к сожалению, мы наблюдаем горькую картину разжигания ненависти и вражды в украинских СМИ, в том числе и на религиозной могло не произойти, не будь тесного общения между канонической Украинской Православной Церковью и Русской Православной Церковью, которые сообща добились того, что стороны обменялись пленными и страждущие украинские семьи смогли увидеть своих отцов и сыновей, встретив с ним рождественские праздники. Десятки православных семей искренне и от всей души благодарили за содействие блаженнейшего Ануфрия, который не пиарился и не старался мелькать перед камерами, но смиренно стоял поодаль и ожидал, когда стопа украинского солдата пойдет по родной земле и дети увидят своих отцов, мамы, сыновей, жены, супругов. Как и век назад революционеры и раскольники стараются расколоть государство и церковь, но все же священники, побывавшие в расколе, спустя время признают ошибку и безблагодатность раскольников. Я понял, что Киевский Патриархат не является канонической церковью. Не случайно их не признает ни один патриархат по местной церкви всего мира со своими священными синодами и всеми архиереями. Понимая это, я осознал, что все это серьезно и нужно будет отвечать перед Богом. Поэтому искренне прошу принять мое покаяние и принять меня в лоно канонической церкви. Обратился Василенко Анатолий Станиславович к митрополиту Виссариону 14 января. Бывший священник УПЦ Киевского Патриархата вернулся в лоно Украинской Православной Церкви. Как видим, в истории не было случаев, когда каноническую святую церковь побеждали адовые силы. Не победят они и сегодня, как бы ни свирепели. Обратим лишь ваше внимание на мнение политэксперта Алексея Якубина. Он считает, что усиление властью давления на Церковь и попытки поставить ее под контроль для использования в электоральных целях может вызвать международный скандал и создаст для Украины множество проблем. Но верные чадо Церкви всегда помнят слова Спасителя «Создам Церковь мою и врата адовы не одолеют ее». Мы всегда заняты. Мирская суета отдаляет нас от Бога, в результате чего появляется духовная пустота, которую люди стараются восполнить жизненными удовольствиями. С повышенным вниманием мы печемся о телесных потребностях, а о состоянии своей души заботимся мало. В одной из евангельских притч один человек только и занимался тем, что копил себе богатство. И, наконец, его мечта сбылась. Он стал иметь все, что хотел и с удовольствием думал. «Теперь у меня надолго всего хватит, буду жить веселье и без забот». Господь же сказал ему, «Безумный, сегодня же ночью я пошлю ангелов и они возьмут душу твою, кому все оставишь?» Наша жизнь в руках Господних, и об этом должен помнить каждый. Время скоротечна, оно неумолимо бежит вперед, и всем нам рано или поздно придется уйти в мир иной. Перед Богом все равны, вещественное богатство останется на земле, а душа предстанет перед Богом. Но с каким сокровищем мы явимся пред Ним? Смогли ли мы накопить духовное богатство, будучи на земле? В миру принято восхищаться достижениями и цитировать успешных миллионеров, как принято говорить, состоявшихся людей. Однако многие христиане и, собственно, опыты знают, что лучше ориентироваться на того, кто точно состоялся как человек и кто точно стяжал богатство, не боящийся девальвации и финансовых кризисов. Богатство духовное, богатство истинное. Имена этих людей мы не встретим в журнале-статьях и в списке сотни богатейших людей планеты. Их имена и подвиги описаны лишь в житиях святых. К одними самых духовно богатых людей планеты можно с уверенностью отнести и великого подвижника IV века святого Антония Великого, память которого чтится 30 января. Египет вид мёртвой пустыни, необозримость песчаных равнин, однообразие и царствующая там безмолвность производят сильное впечатление на душу. Противоположностью этому царству является вид цветущей долины Нила. Нигде на земле больше нет такого яркого контраста света и тени, жизни и смерти, как в Египте. Нигде смена явлений природы, её возрождение и истощение не указывает так ясно на тленность всего живущего и на будущее обновление. И не случайно именно здесь люди глубоко задумывались о загробном существовании. Они воздвигали пирамиды, строили целые города мёртвых. Повсюду, как бы напоминая о ничтожестве и тленности земной жизни, возвышались гробницы. Земная жизнь коротка, а загробная вечна, и египтяне не жалели трудов, чтобы увековечить посмертную память о себе. Но только христианская вера озарила истинным светом великую тайну, которая так глубоко занимала душу древних египтян, тайну будущей жизни, бессмертия души. И ненужными оказались пирамиды, пышные гробницы, излишними стали заботы о сохранении мумий. Не о сохранении тела, а о чистоте бессмертной души, святости жизни по заповедям Святого Евангелия. Вот о чём необходимо заботиться теперь для вечного блаженства. Святой Антоний родился в половине третьего столетия близ города Гераклеополя в селении Кома в семье благочестивых зажиточных христиан. С юных лет он стремился к уединению и размышлению о вере и рано ощутил желание служить Богу. При таком настроении и порядке жизни благодать Божия не оставляла его. Святому Антонию было не более 20 лет, когда умерли его родители. Ему пришлось вести хозяйство и заботиться о воспитании и устройстве малолетней сестры. И здесь он осознал, как трудно служить двум господам, Богу и миру. Всё чаще ему приходила мысль оставить мирскую суету и посвятить свою жизнь служению Господу. Однажды он пришёл в храм и услышал слова Евангелия «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твоё и раздай нищим и будешь иметь сокровища на небесах». Он расценил их как ответ свыше, как Божие благословение на исполнение тайных стремлений своей души. Вскоре святой Антоний продал свои имения и раздал всё имущество бедным, а сестру поручил девам, посвятившим себя на служение Богу. В те времена в Египте уже были отшельники, их примеру последовал и святой Антоний. Вначале он поселился недалеко от родного селения, уединившись в опустевшей каменной гробнице. В первые годы отречения от мира он был послушником. Послушничество состоит в утверждении в сердце христианских добродетелей и усвоении порядка в подвижнической жизни под руководством опытных подвижников. Для этого он ходил к известным тогда подвижникам и многому у них учился. В таком послушании он прожил 15 лет. Во время отшельничества святого Антония не раз одолевали сильные испытания. С одной стороны тоскливое чувство о прошлом, о родном доме, где он мирно жил, о полях, на которых трудились его предки, всплывал в душе и кроткий образ сестры, оставленной на воспитание чужим людям. С другой одолевали сомнения о труднопереносимых условиях начатой жизни, которая исключала телесные удовольствия и обрекала жить без всякого утешения вдали от людей. Так человеконенавистник возбуждал сильную бурю помыслов, но был отражен не только твердостью святого Антония, но его верой в то, что все, что он оставил в миру и все, что он терпит ныне, ничто в сравнении с нескончаемыми благами, которые Господь уготовил тем, кто трудился для него. Чистые сердцем Бога узрят. Освобождаясь от страстей, душа приобретает внутренний мир и неотразимое стремление к Богу. Таким трудным путем, пребывая почти в полном одиночестве, шел святой Антоний. Он мог позволить себе только посещения старцев да приходить в сельскую церковь на богослужение. Хлеб и соль ему приносил один и тот же крестьянин. Но и такой образ жизни великий Антоний отнес к роду развлечений и предпочел полное уединение, удалившись от мира еще дальше в пустыню. Там он заключил себя в старом заброшенном капище, в котором был колодец с водой, а хлеб доставлял ему дважды в год его друг. Какие нес он здесь труды и что с ним было, никто не видел. Но судя по тому, каким он вышел из затвора, следует заключить, что это было время созидания его Духа, Духом Святым. Дух Божий ни для кого не зримо, неведомо большей частью и для самого Антония созидал в нем нового человека по образу создавшего его. Когда кончилось время созидания, ему велено было выйти на служение верующим. Он вышел, наделенный разнообразными дарами Святого Духа, а это дар чудотворения, власти над бесами, силами природы и животными, дар проведения, происходившего вдали и прозрения мыслей, дар откровений и видений. Но самым многоплодным и обширным был дар слов. Он умел говорить с такой силой на пользу каждому, что многие знатные, военные и гражданские, люди с большим достатком, оставляли житейское бремя и становились монахами. Множество народа стекалось к нему, приходили к нему за тем, чтобы послушать, принять слово истины и найти себе необходимое руководство. Получение Святого Антония в несчетном количестве переходили из уст в уста, составляя как бы ходячий устав подвижничества и вошли, наконец, в сборник отеческих достопамятностей, которые доставят богатую пищу душе, ищущей назиданий. Не перечислить всех учеников Святого Антония, которые ушли в пустыню, чтобы под руководством опытнейшего подвижника достигнуть блаженства общения с Богом. Умер Антоний Великий в 356 году в глубокой старости, заранее предсказав свою кончину. Его святые мощи были перенесены в Александрию, а теперь покоятся в городе Арле на юге Франции. Бескрайняя любовь Божия к людям является себя в величайшем терпении, в величайшем прощении и в величайшей радости. Такая любовь на земле может быть уподоблена только любви материнской. Кто имеет большее терпение по отношению к какому бы то ни было живому творению на земле, чем мать к своему чаду, чьё прощение превосходит материнское, чьи очи так плачут от радости над исправившимся грешникам, как очи матери над исправившимся чадом своим. Материнскую любовь на земле с тех пор, как существует земля, превзошёл лишь Господь наш Иисус Христос Своей любовью к роду человеческому, которая наглядно изображается в притче Христовой о блудном сыне. Мы видим из неё, что отца было два сына, и младший попросил отца дать следующую ему часть имения, иными словами, прося наследство ещё при живом отце, по сути, заживо его похоронив в своём сердце. Тем не менее, отец разделил имение, после чего младший сын пошёл в дальнюю страну и там расточил имение своё, живя распутно. Когда же он всё растратил, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. Он пошёл и пристал к одному из жителей той страны, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево своё рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, «Сколько наёмников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою и уже не достоин называться сыном твоим. Приими меня в число наёмников твоих». Затем он встал и пошёл к отцу своему. Придя до этого момента близка изнутри каждому человеку без исключения, так как все мы, совершая какой-либо грех, даже незначительный, как нам порой кажется, подобно младшему сыну, отпадаем от единства с Отцом Небесным, ставя свою сиюминутную прихоть выше спокойного пребывания с Отцом Небесным. Впадая в грех, пусть даже ненадолго и пусть даже мысленно, мы расточаем Богом данные жизненные силы, удаляя страну далёкую, в страну греха, где царствует лукавый, житель той страны, как сказано в притче. Заманивая нас мнимой свободой и вседозволенностью, он вынуждает нас потом служить ему на его полях, почти его свиней, которые в Священном Писании являются очевидными символами нечистоты. У него мы уже не сыны, как у отца, а слуги. Младшему сыну впоследствии даже не давали напитаться рожками, которые ели свиньи, ибо житель той страны кормил его лишь пока он всецело не попал под его тёмную власть. Но в этот момент крайнего отчаяния, крайнего голода и крайнего ужаса блудного сына озарило еле заметным сиянием надежды. Но что же дальше в притче больше всего утешает блудного сына, а иными словами всех нас? Конечно же, реакция отца. Мы привыкли, что нас обычно обвиняют и критикуют после сделанной ошибки прежде всего, и лишь затем, может быть, и то со временем прощают. А что же мы видим в притче? Когда сын был ещё далеко, увидел его отец его и сжалился, и побежав, пал ему на шею и целовал его. Потрясает до глубины сердца то, что отец всё время с надеждой ожидал и сматривался вдаль, раз увидел сына, когда тот ещё был далеко. Кроме того, он начал его обнимать и целовать, даже не дав провинившемуся до конца высказать всю свою извинительную и заранее продуманную речь. А самым большим утешением для младшего сына было услышать завершающие в притче слова отца «Стань веселиться, ибо этот сын мой был мёртв и ожил, пропадал и нашёлся». Да пода же и нам Господь сил, дорогие братья и сёстры, чтобы с каждым днём всё твёрже становиться на путь дороги к дому отца нашего небесного и в конечном итоге увидеть распростёртые к нам руки отца и слова о том, что мы хотя и пропадали, но всё-таки нашлись. Ибо недаром ещё в одной из добрых детских песен утверждается, ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети. На этом сегодняшний выпуск программы ТЭО подошёл к концу. Мы признательны благотворительной организации ФОД Бумбороса за поддержку нашего проекта. До встречи через неделю, уважаемые телезрители. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok